И к хорошим новостям. Олимпиада среди студентов технических профессий прошла во Владивостоке. Связисты, сварщики и строители со всего края выполняли теоретические и практические задачи. Победили студенты из Лесозаводска и Владивостока. Что значит обладать техническим складом ума, узнавала моя коллега Нелли Булатова. Анастасия Валикжанина учится на строителя. Многие считают, профессия не для девушек. Настя уверена, именно женский взгляд поможет изменить привычное строительство. Сделать здание прочнее и эстетически красивее. В Олимпиаде участвовать не в первый раз. Задания попались несложные. Олимпиада в принципе несложная, если знать, как это все решать, как это все делать. Мне нравится чертить, получать, чертежить и все делать. Мне это заинтриговывает. Тоже те же задачи решать по чертежам. Мне нравится. Олимпиада собрала участников со всего края. За партами строители и электрики-связисты из Большого Камня Лесозаводска. Находки, Уссурийска, Артема и Владивостока. Задание двух типов. Проверка теоретических знаний и практическое решение задач. Мероприятие у нас состоит из двух этапов. Это Краевая Олимпиада среди студентов электрических и неэлектрических специальностей. И непосредственно Краевое методическое объединение преподавателей. У нас зарегистрировано на Олимпиаду 19 участников. География достаточно хорошо представлена. Пока студенты решают задачи, преподаватели учатся. Для них организовали мастер-классы. Генератор постоянного топа. Запускаем. Учителям показали основные лаборатории энергетического колледжа и познакомились с системой проведения занятий. Особое внимание практике. Почти весь день студенты проводят в лабораториях и мастерских. Реальность показывает, экономисты и юристы в таком количестве Приморью не нужны. Каждый год колледжи и вузы выпускают десятки тысяч специалистов, которые обречены годами искать места. В итоге работать не по профессии, за маленькие деньги. Заработать руками можно гораздо больше, чем в офисе. Если начинающий экономист получает 20 тысяч, то сварщик, строитель или связист в начале своей карьеры уже сможет претендовать на 40 и выше. Юристам приходится бороться за вакантные места. А вот за квалифицированные рабочие кадры соперничают уже сами предприятия.